Гордума. Коротко о важном. Ну, это, во-первых, должна сказать, что долгожданный, конечно, эфир, потому что мы планировали его и летом, и в начале сентября, но тогда, к сожалению, коронавирус вмешался в наши планы, мы временно уходили на удаленку, и вот гостей в представительном таком составе не могли здесь у себя принимать, исходя из соображений безопасности, да, санитарной. Наконец-то мы встречаемся. Встречаемся накануне заседания Кировской городской думы, одним из главных вопросов, которого как раз будет утверждение стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Насколько помню, ее разработка велась около года, и сегодня мы обсудим, как вся работа строилась, но вначале все-таки обозначим, зачем нужен этот документ, и я попрошу Елену Ковалеву на этот вопрос ответить. Добрый день еще раз. Действительно, в последний год шла большая работа по подготовке стратегии развития города. Стратегия социально-экономического развития – это прежде всего документ, определяющий долгосрочные цели и задачи муниципального управления, направленные они на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития города. В документе также представлена оценка текущего положения муниципального образования, определены сроки, этапы реализации отдельных проектов, ну и, конечно же, в первую очередь стратегия определяет, куда, в каком направлении двигаться, куда держать курс. Таким образом, цель разработки – это создание условий для устойчивого повышения качества жизни населения на основе социально-экономического развития города. Хочется сказать, что для всестороннего обсуждения проекта стратегии был создан совет при главе города Кирова, в состав которого вошли в том числе депутаты Кировской городской думы, представители образовательных и общественных организаций и эксперты. Мы на протяжении разработки данного документа проводили обсуждения, встречались, и в итоге было даже принято решение для того, чтобы сформировать некие подгруппы. То есть пять основных направлений, перечислю их, развитая экономика, вдохновленные люди, комфортная среда, открытая власть, известный бренд. И вот ключевой задачей этих рабочих групп являлась подготовка предложений и инициатив в проект стратегии, который, напомню, разрабатывается до 2035 года. Это, как вы понимаете, достаточно период длительный, поэтому нам необходимо было понять восприятие и бизнеса общества, и общественных объединений. Все-таки это документ, который позволит нам вот на эту перспективу выстраивать план мероприятий и по ее реализации. Те предложения, которые поступили от этих групп, они были все представлены разработчику. Я думаю, что Павел сегодня попозже еще скажет о том, что вошло в сегодняшнюю уже окончательную редакцию проекта стратегии, что по каким-то причинам аргументированных, так сказать, осталось пока, но впоследствии мы учтем уже непосредственно в плане реализации. Но все предложения рабочих групп, в том числе, они собраны, они задокументированы, они есть, на них там, да, в какой-то момент необходимые будут опираться. Более того, эти рабочие группы, они не только подготовили свои рекомендации, шла достаточно серьезная, на мой взгляд, проработка, разные форматы обсуждений имели место быть, активно приняла участие, хотелось бы отметить, торгово-промышленная палата. Это наш государственный университет во главе с Валентином Николаевичем Пугачем. Он входил, по-моему, в одну из группы. Он ее возглавлял, да, он возглавлял. Катаева Наталья Алексеевна возглавляла одно из направлений. Мы все знаем, насколько активно... Наталью Катаеву знают многие. Да, насколько активно и качественно проработано было вот это направление. Кроме того, у нас возглавляли еще подгруппы Созинов Олег Геннадьевич и Попов Владислав Леонидович. А торгово-промышленная палата, группу ее возглавлял, насколько я помню, Андрей Усенко. Да, Усенко Андрей Леонидович тоже достаточно серьезное направление, все направления важные. Но, как мы понимаем, все базируется на экономике. Поэтому развитая экономика, это было вот то направление, которое обсуждалось с бизнес-сообществом. Я, насколько понимаю, еще и название-то этих направлений, они образуют город Киров. Ну, то есть вот по буквам там получается, да, я видела вот этот графический рисунок, и это, конечно, тогда мне очень понравилось. Но давайте мы все-таки к стратегии перейдем. Я, наверное, Павла Струева сейчас попрошу все-таки рассказать о самом процессе разработки стратегии города Кирова, да, и дальше уже по особенностям мы пойдем. Добрый день еще раз. Как, собственно говоря, уже говорила Елена Васильевна, разработка стратегии продолжается уже на протяжении года. За минувший год была проделана очень большая работа, которая составлялась из различных аспектов в комплексе, что позволило получить итоговый, достаточно подробный документ, охватывающий все ключевые направления сферы жизни города. Да, начинали мы с анализа социально-экономического развития города. Подробный анализ был проведен за последние 10 лет. При этом мы смотрели не просто город сам по себе, обязательно смотрели развитие города в составе Кировской области, развитие кировской агломерации потенциальной, формируемой, которая сейчас достаточно активно тоже обсуждается. Сравнивали, проводили сравнительный анализ развития города с сопоставимыми городами, прежде всего по численности населения, да, на территории Российской Федерации, для того, чтобы понимать, какими темпами растет город в сравнении, скажем так, с другими похожими городами. А можно я спрошу, с какими городами сравнивали? Это были города, схожие по численности населения, 500-700 тысяч населения, их 19... В России? Да, всего 19 в России, в том числе и Киров. Соответственно, вот с ними проводилось сравнение. А также сравнивали отдельно с городами-соседями. По Приволжскому округу? С соседними... Или по границам Кировской? С соседних столиц, соседних субъектов. Для того, чтобы оценить, опять же, как город растет, исходя из ближайших конкурентов за, в прекрасном понимании, за человеческий ресурс, за инвестиции и так далее. Провели такой подробный анализ, посмотрели какие-то проблемы, существующие как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Все это время работал сайт по разработке стратегии социально-экономического развития, на котором, во-первых, можно было посмотреть какие-то ключевые новости. Этапы разработки стратегии выкладывались достаточно оперативно. Ключевые аналитические материалы. Размечалась информация о проводимых публичных мероприятиях. А также была прямая связь с нами, как с разработчиком стратегии, и с администрацией, с курирующим подразделением администрации города Кирова для получения такого предложения. Обратная связь, в общем, да? Да, обратная связь от жителей города. Смотрели, что волнует, какие вопросы тревожат, для того, чтобы, опять же, их максимально учесть в самом документе. Был проведен соцопрос жителей города. Более трех тысяч человек приняло участие в этом соцопросе. Это очень большое число. Выборка такая, значительная. Да, значительная числа выборка. Мы проводим при разработке стратегии все слои населения, всех возрастов, всех профессий приняли участие, что позволило нам собрать представительную, репрезентативную базу для, как я уже сказал, определение, прежде всего, ключевых проблем развития города по сферам, в том числе, по районам. И главное, что для нас было важно, это видение. Каким город через 15 лет видят его жители, его представители бизнеса, и в том числе, гости города, которые здесь часто бывают. Собранная вся информация легла в основу, я имею в виду статистическую информацию, социально-экономические показатели, разработки экономико-математической модели развития города, на долгосрочную перспективу, в результате чего было нами сформировано три сценария прогноза развития города на ближайшие 15 лет. Это консервативный сценарий, скажем так, наиболее умеренный при достаточно жестких ресурсных ограничениях, неблагоприятных условиях, как мы еще говорим. Это базовый сценарий, принятый за, скажем так, основу при сохранении существующих тенденций. И этот целевой сценарий, такой оптимистичный сценарий, Которому надо стремиться. Да, совершенно верно, которому нужно стремиться, и который возможен к реализации, при, конечно же, определенных благоприятных обстоятельствах, как мировой конъюнктуры, макроэкономических показателей в Российской Федерации, все-таки город, это часть экономики страны, так и, конечно же, при активном реализации предлагаемых, предложенных проектов, вовлечении в них местного сообщества, гражданских инициатив, собственно говоря, и так далее. На основе рассмотренных сценариев, проведенного социально-экономического анализа, нами были предложены пять ключевых направлений развития города. Собственно говоря, то, о чем сейчас говорили, это то, что тоже было верно отмечено, складывает пять пунктов. Это, соответственно, комфортная среда, это открытая власть, это развитый инвестиционный потенциал, это вдохновленные люди и известный бренд. Они между собой складывают действительно слово «киров», поэтому это достаточно легко воспринимается, понимается и, как показало обсуждение, достаточно позитивно было воспринято сообществом. Соответственно, исходя из этих пяти ключевых направлений, на которые мы предлагаем сделать упор, акценты в развитии города, мы формировали ключевые направления стратегии, их, соответственно, тоже пять одноименных направлений, и по ним уже разбиты, предложены проекты отдельные социально-экономического развития, развития каждой сферы жизни города, которые позволят достичь тех амбициозных, да, мы все представляем, что это амбициозные цели. Того самого лучшего сценария, самого лучшего варианта. Да, да, целевого сценария, с одной стороны, с другой стороны, той миссии, которая, собственно говоря, была озвучена Еленой Васильевной, и нашего целевого индикатора данной миссии, значит, мы видим, во-первых, возможность, потенциал развития города, и его, скажем так, целевой дальнейший показатель, это вхождение Кирова в пятерку лидеров среди сопоставимых городов. Вот из этих 19, про которые вы говорили. Да, да, совершенно верно, что Киров должен, он может, и у него есть весь потенциал для того, чтобы занять лидирующие позиции по всем вышеназванным направлениям. По всем направлениям. По комплексу, ну, здесь мы, конечно, имеем в виду комплекс социально-экономических показателей, начиная от удовлетворенности граждан, от... От цифры по зарплате, там, да, от приходы инвесторов. Да, совершенные зарплаты, инвестиции, отгруженные продукции. Демографическая ситуация, все вместе. Социальная инфраструктура и так далее, так далее. У нас всего в стратегии предусмотрено 72 целевых индикатора, цифровые достижения, оценка которых и позволит нам говорить о, скажем так, достижении тех планов, которые были заложены в данный документ. Павел, вы сказали, что вы анализировали там текущую ситуацию в нашем регионе, там, да, и в нашем городе перед тем, как начинать разрабатывать стратегию. А вот какие сильные стороны и конкурентные преимущества вообще есть у Кирова? То есть, что можно развивать? В какую сторону двигаться-то? Да, я бы сейчас еще хотел добавить немножко предыдущего вопроса, чтобы завершить его. Помимо такой нашей научно-листерической работы, была проведена и все время проводилась активная работа взаимодействия с гражданским сообществом, с заинтересованными лицами, с заинтересованными институтами, которые, собственно, показали готовность участвовать не только в процессе разработки, но и в дальнейшем процессе реализации стратегии. Елена Васильевна уже упоминала и участие торгово-промышленной палаты, общественной палаты Кировской области и университетов, вузов Кировской области. Мы встречались с коллегами, обсуждали какие-то ключевые проблемы, потенциал для роста, для того, чтобы наиболее полно использовать те возможности, которые сегодня есть у города, для дальнейшего прорывного развития на ближайшие 15 лет. А вот только конкурентные преимущества уже и есть. Совершенно верно. Одним из, скажем так, значимых конкурентных преимуществ это очень высокая гражданская активность, которая показала вот за наш год работы в Кирове, было большое количество желающих и большое количество предложений, соответственно, появилось достаточно большое количество инициатив от самого, на самих граждан, населения и, главное, желание их участвовать в реализации стратегии. То есть, вовлеченность была, вы обратили на это внимание. Да, вовлеченность она была, она есть, она очень высокая и главное то, что люди понимают, что, во-первых, власть заинтересована в развитии города, заинтересованы в этом ключевые институты, да, ключевые стейкхолдеры, начинают бизнес, общественных организаций его развитии. Можно подключаться, их готовы слышать, готовы участвовать и люди, скажем так, поэтому люди проявляют свои инициативы. Если говорить о ключевых преимуществах развития города, то они как раз-таки лежат вот в том, в той матрице наших предложений в сфере направления, да, это, во-первых, конечно же, человеческий капитал, это люди. Напомню, что город показывает рост численности населения и мы прогнозируем, что по всем трем сценариям этот рост численности будет, численность населения будет возрастать, да, в зависимости от того, конечно, разные пропорции, но город является привлекательным для людей, положительный миграционный приток, соответственно, люди приезжают, люди заинтересованы в том, чтобы здесь жить, здесь работать, здесь развиваться, это необходимо учитывать, да, это, соответственно, база. Ну, за счет районов, конечно, прежде всего, Кирова не растает, но тем не менее. Ну, здесь разные, действительно, есть причины и миграции, с одной стороны, из районов Кировской области, да, из северных регионов, совершенно верно. Да, с другой стороны, в Кирове есть большое количество, ну, и высокое качество образовательных учреждений. Это, в том числе, конечно же, и высшие учебные заведения, которые готовят специалистов широчайшего профиля, опять же, мы встречались с представителями, с ректорами всех вузов Кирова, все они, как бы, видят развитие города через развитие, там, своих студентов, через их участие, их через, также, вовлеченность в развитие города, говоря о том, что, там, студенты, выпускников кировских вузов, там, с удовольствием... Разбирают. Да, привлекают уже на этапы выпуска, их там, подготовки выпускных квалификационных работ в соседние регионы и в соседние города, потому что есть нехватка специалистов, а кировские образовательные учреждения их готовят. Вот, поэтому это, конечно же, тоже тот потенциал, тот капитал, который необходимо использовать. Город, и вот здесь вот, как раз, коллеги из Авиацкого Госуниверситета проявили полную, скажем так, солидарность с нами и желание участвовать, используя тот потенциал студентов, которые у них есть, выпускников для того, чтобы развивать родной город, да, так же, как и сельскохозяйственная академия, медицинский университет. Если говорить про инвестиционный потенциал развития в сфере инвестиций, то, конечно, здесь одним из ключевых особенностей города это уровень развития промышленности. Все-таки у нас 72% всей отгруженной продукции города это промышленная продукция, это возможности, это потенциал. Конечно, есть определенные там проблемы, связанные с этим, и начинают размещение предприятий от экологии и так далее, но, тем не менее, мы понимаем, что потенциал, он, которым нужно пользоваться, да, на основе которого нужно приращать экономику, поэтому, соответственно, и упор мы здесь предлагаем сделать на развитие инвестиционного потенциала города для того, чтобы дополнительно привлекать инвестиции, при этом концентрируется не только на крупных, на средних предприятиях, да, но и в том числе на малом бизнесе, который на сфере услуг, который позволит дополнительно диверсифицировать с другой стороны экономику города, выступив таким образом дополнительным источником рабочих мест и занятости населения, учитывая, что сейчас активно идет модернизация промышленности, многие предприятия сокращают численность в связи с переводом более эффективными технологиями, да, ну и в связи с последними. Ну, мы понимаем, да, человек через 15 лет, может быть, вообще нигде работать не будет, но он будет робот и счастлив человек, мы это помним, да. Скажем так, разговоры об этом ведутся давно, мы здесь более, скажем так, скромны в оценках, да, все-таки мы считаем, что люди никуда не денутся, и там передовой практически опыт показывает о том, что маловероятно, что в ближайшее время людей заменят роботы, да, но, тем не менее, там процесс автоматизации, он происходит последние, там, несколько десятилетий, столетий, да. Ну, к этому надо готовиться. Это нормально, да, это нормально, вот это вот постоянное повышение квалификации, переобучение сотрудников, это как раз в том числе тоже одно из направлений, на которое мы предлагаем сделать упорно в рамках проектов по развитию человеческого капитала, объединения, скажем так, кадров, вузов и предприятий, да, и здесь город как раз-таки может содействовать в создании таких площадок, институциональных инструментов для такого диалога, для нахождения взаимопонимания и согласования планов, начиная от подготовки специалистов, заканчивая там запросом предприятий на этих самых специалистов. Важным направлением, это является таким ноу-хау с нашей стороны, когда мы разрабатывали стратегию, это формирование, развитие и продвижение комплексного территориального бренда города. Потому что если посмотрим на существующие стратегии многих российских городов, то, как правило, ну, есть базовые какие-то элементы, да, то ли там люди, экономика, развитие бренда – это единичные города, которые делают на этом акцент. Мы видим… В основном туристические центры, ну, Вологда, например. Да, да, совершенно верно. При этом мы видим, что есть потенциал, потому что бренда уже существует, да. Причем этот бренд тянется, скажем так, еще история, начиная с Вятки, начиная с, там, всем известной Вяткой автомат. Ой, вы сейчас больной вопрос отрагиваете вообще. И заканчивая… Ну, Вятки – это, прежде всего, история, да, история города, Вятская губерния, и заканчивая там последними современными известными вещами, таким там Вятский квас, который, притом знает молодежь. Вот, поэтому мы предлагаем здесь бренд города сделать локомотивом, да, таким драйвером развития города, как для привлечения человеческого капитала, миграционной привлекательности, предотвращения оттока, особенно молодых специалистов, понимания того, чтобы они живут в известном городе, да, а с другой стороны, тех же инвестиций. Причем инвестиции не только внутренних, да, там, Киров знают, понятно, что все в регионе, в ближайших регионах многие знают на территории страны, но чтобы эта узнаваемость была более комплексной, и в том числе, конечно, за пределами Российской Федерации, потому что сегодня там источники инвестиций, это не только внутренние резервы, это еще и внешние, там, в условиях ограничений существующих, это крайне важно, да, вот эта вот узнаваемость города, и здесь, поэтому, есть все возможности для этого, есть существующие суббренды, есть узнаваемость, она такая местами отраслевая, специфическая, но при этом, скажем так, если это свести все воедино, это действительно может выстрелить, это выстрелит, и те обсуждения, которые мы проводили, в том числе в рамках рабочих групп, все с этим согласны, да, все с этим солидарны, говорят о том, что действительно это нужно делать, поэтому здесь мы считаем, что тем самым активизировав на этом внимание развития, мы запускаем, скажем так, этот маховик, который будет работать, и та вот рабочая группа, которая, как раз таки, по поводу, да, Владислав возглавлял, по поводу бренда, они объединились, там, инициаторов, там, в том числе маркетологов города, известных представителей профессии, и объединили в том, что они готовы работать на благо родного города, да, они в этом заинтересованы. С другой стороны, есть и другие направления, которые, мы понимаем, что нужно развивать, тут они являются, скажем так, это либо, это комфортная среда, которая, по сути, создает условия для жизни горожан, да, было, ну, всем прекрасно понимаем, есть определенные жалобы, есть определенное, там, недовольство в сфере развития городской среды, мы все старались систематизировать, учесть и, исходя из этого, сформировать ключевые, там, направления, развить ключевые проекты города, здесь люди также готовы, там, лично участвовать, это гражданская, активная гражданская позиция, это тоже является таким инструментом, потенциалом для развития, потому что люди, ну, существует большое количество инициативных групп, отдельных групп, которые, там, работают по своим направлениям, начиная от, там, продвижения велосипедной инфраструктуры, да, заканчивая, там, вопросами экологии города. У нас много, да, вот, особенно в последние годы появилось проектов таких гражданских, где скверы делают, да, там, вот это вот. Да, да, совершенно верно, поэтому здесь вот это, конечно, тоже нужно учитывать, и используя современные, лучшие практики городского развития, которые мы также предлагаем, рассматривали в, ну, в особенности применения к городу, городу, Киров, потому что есть своя специфика, конечно, идти к тому состоянию комфортной среды, которая бы, как же так, устраивала, удовлетворяла, да, потому что есть и такой федеральный показатель, связанный с индексом качества городской среды, который в целом оценивает, там, большую совокупность показателей, то есть вот мы там тоже планируем данный целевой индикатор. Так, я, Павел, прошу прощения, нам сейчас необходимо сделать перерыв на рекламу, и через полторы минуты мы вернемся. В нашей студии Елена Ковалева, глава города Кирова, Елена Гущина, начальник департамента экономического развития и предпринимательства, администрация города, мы чуть позже дадим слово, я прошу прощения, и Павел Строев, руководитель коллектива по разработке стратегии социально-экономического развития нашего города. Мы с Павлом продолжаем, да? И следующее, это, конечно же, власть, это организация местного самоуправления, это осуществление как раз-таки вовлеченности горожан в процесс местного самоуправления. Здесь тоже всех интересовало вопрос открытости, возможности диалога с властью, возможности того, чтобы их услышали, и проблемы там достаточно оперативно решались. Поэтому здесь, опять же, мы тоже предлагаем сделать акцент на осуществлении такого возможности, на, во-первых, уже достигнутых достижений, определенных механизмов работы муниципальных органов власти, развития местных сообществ. Это очень важно, тоже было сделано многими местными экспертами, акцент на вот именно необходимость развития местных сообществ, их активного вовлечения. Естественно, раз они такие активные, куда же их девать? Вот, городского самоуправления, поэтому здесь вот местное сообщество здесь является таким потенциалом, опять же, для развития всех этих направлений, потому что, по сути, такая власть, она является интегрирующим направлением, которое обеспечивает возможность реализации всех заявленных проектов в обозначенной перспективе. Ну вот мы с вами говорили про рабочие группы, да, и про довольно активное участие большого количества кировчан в разработке стратегии. А какие предложения рабочих групп были включены в стратегию, и можем ли мы вот что-то такое, ну, как бы отметить, что прямо вот у нас здесь придумали, что в других регионах на такое внимание не обращая, у нас такие вот новации местные? Действительно, рабочие группы работали очень активно, работа была в разных форматах, от стратегических сессий до различных использования социальных сетей, социальных сервисов, и ввелось широкое обсуждение, было предложение значительного количества инициатив от представителей, от экспертов, от населения. Ну я понимаю, что все мы сейчас, конечно, не перечислим, но какие-то парочку хотя бы важных самых. Мы постарались все это максимально учитывать, включить в проект стратегии, конечно же, в том формате, которым подразумевает данный документ. Все-таки не будем забывать о том, что это документ стратегического планирования, который регламентируется 172-м федеральным законом, и, соответственно, который носит определенные цели и задачи. Помимо этого, один из основных документов стратегического планирования, после него составляется план мероприятий, муниципальные программы, муниципальные проекты. То есть это базис такой? Да, действительно, это основа. Часть предложений мы сразу отнесли в план мероприятий, и коллеги с нами согласились, потому что это уже конкретные идеи и инициативы по реализации. Ну и тем не менее, конечно же, мы постарались включить все соответствующие предложения, вошли в сам проект стратегии. Многие из них были достаточно очень интересны и показывали именно специфику местного сообщества и города. Такие предложения были по всем, без исключения рабочих группам. Например, группа, связанная с развитием вдохновленных людей, предложила интересный проект, направление по формированию города, дружественной семье. То есть такого города, создание благоприятных условий для развития семьи, развития семейной инфраструктуры, как раз для пропаганды, для семейного... О, это скверы, это безбарьерная среда. Это все это включает, безусловно, того, чтобы люди хотели жить... И расти детей здесь. Расти детей, безусловно. И привозить сюда пожилых родителей, может быть, к себе. Да, конечно, чтобы у них были для этого условия, чтобы это было делать комфортно, чтобы это было максимально возможно делать. Был у них, скажем так, тоже интересный проект, связанный с «Делаем вместе». Это такая некая платформа, сервис, который бы консолидировал предложения всех горожан в одном месте... В одной площадке. Да, в площадке, как это сейчас модно делать в разных городах. Соответственно, такой интернет-ресурс, платформа, мобильное предложение, которое мы тоже предлагаем. Но вот это как бы один подраздел, в котором собирались инициативы, и можно было поддержать инициативу, найти каких-то, может быть, соучастников, сторонников. Можно даже тех, кто профинансирует. Да, действительно, да, в том числе. Значит, если говорить о развитии экономики города, то здесь важным, скажем так, сообщением инициативы группы было сделать упор именно на развитие инвестиционного потенциала города. Потому что все мы понимаем, что, ну, поскольку мы пишем стратегию муниципального образования, мы прежде всего опираемся на полномочия муниципального образования. Конечно, хотелось бы решить все проблемы сразу, там, одним документом или... Ну, конечно, это достаточно сложно. Мы все-таки исходим из действительных возможностей, поэтому бизнес понимает, что полномочия ограничены, и поэтому они предложили сделать акцент на именно создании инвестициональной структуры, на помощи, на, скажем так, создании площадок, на диалоги для инвесторов, создании условий для комфортного вхождения инвесторов в город. То, что, соответственно, администрация, органы власти муниципального образования могут и в силах обеспечить, да, без отсылки на какие-то другие органы власти. Если говорить про развитие бренда города, соответственно, здесь важным предложением было и инициативой, именно желание ключевых представителей общественности создать совет по разработке бренда, причем даже там на безвозмездной основе люди готовы, эксперты, представители бизнеса, которые этим занимаются, войти в этот совет, работать и разрабатывать бренд города, скажем, участвовать в этом процессе, начиная от там мониторинга процесса, да, активного участия. В этом это очень важно показывать, опять же, заинтересованность горожан. Вовлеченность. Да, вовлеченность. Мы это прописали в стратегии вот создания такого совета. Важно тоже, еще акцент был сделан на развитии даже не только туристической инфраструктуры, да, не столько туристической инфраструктуры, а именно индустрии гостеприимства города. В целом. Да, действительно, в целом. То есть не только гостиницы, но и весь спектр. Да, 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 весь спектр, и, кстати, тоже интересный такой момент, когда мы разрабатывали миссию города, потом обсуждали ее с представителями, с жителями Кирова, было много предложений, мы провели семантический анализ, и вот важным пунктом миссии было города, что люди хотят видеть Киров гостеприимным. Через 15 лет они мной сейчас считают, скажем так, это одно из достоинств города, да, и предлагают его провести, ответственно, и дальше позиционировать город, именно с позиции гостеприимства, да, поэтому миссия у нас начинается с фразы, что Кирова 2035 – это город гостеприимный. Соответственно, группа, связанная с развитием комфортной среды, было важное и интересное предложение с развитием, свой проект был предложен отдельный, с развитием именно исторического, даже не столько развитием, а с работой, связанной по совершенствованию исторического центра города, да, вот с определенного его, начиная от внешнего облика, организации маршрутов, от общественного транспорта до маршрутов улиц, то есть такой вот комплексный проект, направлен именно на внешний вид города, на его функциональную значимость для города. У нас многие приезжие отмечают, что старый центр Кирова вообще уникальная совершенно история, то есть сохранился в хорошем достаточно качестве, далеко не каждый город в России может этим похвастаться. Действительно, совершенно верно. И, с другой стороны, упор был сделан на экологию, на необходимость активного мониторинга, состояния окружающей среды, воздуха, почвы, водных ресурсов города, для того, чтобы можно было предполагать соответствующие меры, в том числе направленные на повышение качества и повышение экологической безопасности города. Осталась еще одна, по-моему, группа. Да, у нас еще одна группа, связанная с направлением «Открытая власть». Здесь как раз она проходила на базе Общественной палаты Кировской области. Здесь было важным предложением, это создание, во-первых, муниципальной общественной палаты, заинтересованность в ее... Городской. Не областной, а городской. Да, совершенно верно. В ее функционировании и фонда, целевого фонда по поддержке местных инициатив. Это для того, чтобы граждане могли чувствовать поддержку на моменты софинансирования данных инициатив. Хорошие предложения. Ну, и я, насколько знаю, вот помимо работы в группах, таких, ну, как бы, профессиональных, что ли, людей, каждый в своей сфере, да, профессионалов по группам, по направлениям, они разбились, были еще и публичные обсуждения документа, и, собственно, вот проект стратегии обсуждался и депутатами на комиссии, насколько я понимаю, и тоже вносились и предложения, и критика какая-то звучала. Я, наверное, сейчас вот Елену Валерьевну Гущину попрошу рассказать об этом, потому что Елена представляет нам заказчика, на самом деле, стратегии, да, заказчик разработки этого документа, как раз наш департамент экономического развития. Да, абсолютно правильно. 22 октября состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету и финансам Кировской городской думы, и в ходе обсуждения депутатами были подняты многие вопросы, касательно дальнейшей системы управления, мониторинга, реализации стратегии, финансового обеспечения непосредственно предлагаемых проектов, стратегии, а также отмечено необходимость вовлечения гражданского общества в систему местного самоправления и активного диалога с представителями бизнеса города. Также членами комиссии была озвучена целесообразность обсуждения ключевых целевых показателей и стратегии, особенно ее экономического блока, с представителями непосредственно крупного бизнеса, о котором как раз Павел активно говорил. Данная работа была проведена, и именно непосредственно в ходе подготовки стратегии было организовано несколько встреч на территории, на базе, вернее, ВТПП, с активным участием ведущих компаний города, а именно это компания «Здраво», присутствовал Владимир Васильевич Савиных, это завод «Маяк», Жилкин Виктор Николаевич, компания «Искош», «Весна» и другие компании города, которые также активно приняли участие круглого стола при торгово-промышленной палате, и в том числе была создана рабочая группа с представителями как раз бизнеса по обсуждению и внесению в право проект как раз при торгово-промышленной палате. И с учетом уже как раз и проведенных круглых столов, и активной работы с бизнесом города, в стратегии были учтены прогнозы социально-экономического развития крупных предприятий, а именно показатели промышленного производства. То есть вы их цифры взяли, да? Конечно, конечно, то есть это средний списочная численность работников, заработная плата, ну и другие показатели, которые в том числе активно были применены при рассмотрении и разработке стратегии. Также депутаты поддержали идею создания молодежного совета при главе администрации города, создания кадрового резерва у муниципальных служащих, а также активизации работы совета по развитию предпринимательства, в том числе функционала одного окна для инвестора. А вот это хорошая история, это то, о чем Павел говорил, да, чтобы было удобно заходить в город. Абсолютно правильно. Внимание было также уделено критериям эффективного городского управленца, особенно с позиции открытости власти и его формирования, как неотъемлемые условия реализации стратегий и достижения заявленных показателей. Так, это вот, Елена Васильевна, сейчас о чем идет речь? Это какая-то отдельная будет экзаменовка для каждого сотрудника, получается? Как это вообще выглядеть будет? Как вам кажется? Ну, вот вы знаете, когда мы говорим про открытость власти, мне кажется, что у нас и сегодня власть достаточно открыта, несмотря на то, что есть мнение, что невозможно получить там никакую информацию, либо там она может быть некорректная. Мы все больше и больше применяем таких инструментов, как рейтинговое голосование, как участие в публичных общественных слушаниях, депутатские слушания. То есть у нас разные формы участия жителей города и непосредственно, когда они высказывают свои предложения там по, например, наработкам какого-то проекта или программы, и уже непосредственно, когда она начинает реализовываться, мнение жителей учитывается. Но всегда есть проблема, а проблема у нас в основном заключается в ограниченности ресурса для того, чтобы, скажем, более быстрыми темпами развиваться и учесть пожелания всех жителей города. А так я считаю, что все-таки вот и Павел отмечал в своем выступлении. Во-первых, у нас очень активное гражданское общество, и мы, как городская власть, всегда открыты и для диалога, и для взаимного решения всех задач. И мне кажется, что вот сама по себе стратегия, мы сегодня уже отмечали, это ведь цели и задачи в таком вот в горизонте до 35-го года. Самое основное, да, самое основное, это вот нам сейчас организоваться для того, чтобы тот план мероприятий, который мы для себя сейчас определим, чтобы можно было его выполнить. А я считаю, что все показатели могут быть достигнуты, если бизнес-сообщество, гражданское общество и городская власть объединятся для реализации вот этого стратегического документа. Вот, кстати, об объединении. Насколько я понимаю, завтра уже, да, депутаты будут рассматривать стратегию на пленарном заседании, а после того, как ее рассмотрят, какая-то работа еще будет проводиться с документом? Ну вот я, безусловно, и сказала, что мне кажется, что принятие стратегии – это только старт, старт для ее… Первый шаг. Да, первый шаг для ее реализации, поэтому вся работа, она впереди. Вся работа впереди, говорит Елена Ковалева, глава города Кирова. Мы на этом завершаем. Времени у нас катастрофически, конечно, не хватило, но, тем не менее, думаю, что будем встречаться и дальше, да, по этому документу и по конкретным его пунктам и разделам. Спасибо большое Елене Ковалеву, Елена Гущина, начальник департамента экономического развития и предпринимательства администрации города, и Павел Строев, руководитель коллектива по разработке стратегии. Я напоминаю, что это финансовый университет при правительстве Российской Федерации нам помогал. Гордума. Коротко о важном.